В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Жители деревни Слобода могут остаться без канализации. Идеальный вариант, если бы вообще в принципе все осталось так, как оно есть. Министр образования Московской области вручил директору Центра «Дельфин» Гульнари Романадзе знак преподобного Сергия Радонежского. Просто надо очень любить свою работу, в гармонии быть. И тогда ты счастливый человек. Ученики Видновской детской школы искусств стали лауреатами международного конкурса исполнителей «Народные истоки». С новой проблемой столкнулись жители деревни Слобода. Напомним, что в начале прошлого года люди на несколько недель остались без воды. Тогда ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству депутатов и администрации округа. И вот новая напасть. Дома могут лишиться канализации. Как такое возможно, разбирался Максим Козлов. Испытания сплотили жители деревни Слободани. Впервые им собираться на общий сход, чтобы обсудить очередные, в кавычках, письма счастья, адресованные хозяевам домов компании «Изол», которая якобы владеет канализацией и очистными сооружениями. Общая суть писем в том, что канализация, которая существовала в этих домах, и которая была построена вместе с домами, где-то примерно в 1986 году, закрывается навсегда. Официальная причина, что на ремонт капитальный долгий. Но все, включая людей, которые расслали эти письма, признают, что, скорее всего, никогда больше не откроется. Срок, который был обозначен в письмах, одна неделя. Именно за это время жителям предлагается как-то самостоятельно обустроить канализацию в своих домах. Депутат Артем Грудинин организовал сбор подписей под письмом в адрес ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Мы на данный момент пытаемся уговорить и несколько собственников земельных участков, через которые все это дело проходило, и собственников, где это есть, именно эти очистные, чтобы они дали людям какие-то реальные сроки. Напомним, в начале прошлого года местные жители на несколько недель остались без воды. Водоснабжением тогда занималась ЗАО «Совхоз» имени Ленина, руководил которым Павел Грудинин. Возникли протечки труб, но вместо того, чтобы починить, жителям просто отключили воду. По факту получилось, что мы для него никто. Да и сидите вы без воды, чтобы там все боли, хромые, косые, не помыться, ничего. Вскоре выяснилось, что деньги жильцов организация исправно получала, но трубы оказались бесхозными. Тогда ситуацию удалось разрешить. Протечки устранили силами Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. А спустя полгода трубы поставили и на баланс ПТО ГХ. ПТО нас взяло под крышу. Администрация приняла под козырек, что у нас есть проблемы. И начала заключать с жителями договор на водоснабжение от лица Видновского ПТО. Но вернемся к ситуации с канализацией. По словам местных жителей, предложение в недельный срок перейти на автономную канализацию у многих поставило в тупик. Людей можно понять. У многих не будет сейчас денег для того, чтобы поставить эти септики. Потому что с учетом того, что в стране какая ситуация происходит сейчас в данный момент. Конечно, она дает людям по карманам. То есть кто-то остается без работы. А плюс ко всему к этому под эту дудку все еще и нате вам и канализацию отключают. В данной ситуации они сейчас все задались вопросом, что теперь им делать. При этом люди прекрасно понимают ситуацию и не отказываются платить по счетам, если таковые будут выставлены. У нас все готовы платить. Все. И по сей день готовность все номер один платить. Только лишь бы она была. Потому что я считаю, что включение этих септиков – это шаг назад в развитии человечества. Эти дома построены совхозом в середине 80-х для молодых специалистов. Тогда же в них появилась и канализация, которую ЗАО «Совхоз имени Ленина» так и не взяло на баланс. Советский Союз давно канул в лету, а руководство ЗАО, которое обслуживало строение, так и не обеспокоилось тем, чтобы поставить все на рыночные рельсы. Весь хвост этих проблем, если быть честным, он тянется еще с Советского Союза. Потому что в свое время надо было просто правильно все инвентаризировать, ставить на баланс. Но люди построили, документацию не оформили. Если бы этой проблемы не было, сейчас бы все было намного проще. Сейчас бы мы насобирали деньги на честные, которые бы существовали официально. Модернизировали их до нужного уровня. Потому что это не так дорого. Идеальный вариант, если бы вообще в принципе все осталось так, как оно есть. Но, к сожалению, и собственники земельных участков, основная компания – это ЗАО «Совхоз имени Ленина». Они уперлись, ничего не хотят с этим делать. Таким образом, проблему можно было бы решить мирным путем. Но, судя по всему, у одной из сторон нет намерения идти навстречу местным жителям. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Высокой наградой удостоилась директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». Министр образования Московской области вручил Гульнале Романадзе знак преподобного Сергия Радонежского. О достижениях почетного гражданина Ленинского городского округа расскажет Юлия Пагасьян. Почти 30 лет оздоровительный центр «Дельфин» дарит детям Ленинского городского округа возможность научиться плавать. По признанию руководителя учреждения, 90% местных ребят чувствуют себя как рыбы в воде. С такой целью все начиналось. Позже «Дельфин» стал готовить будущих олимпийских чемпионов. Мы же видели, что ребята есть талантливые. Но для того, чтобы заниматься спортивным плаванием, у тебя должен быть тренер, который заинтересован в чемпионах. И вот таким в 2006 году появился Андрей Шишин. И мы с 2007 года решили заниматься спортивным плаванием для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, чтобы сделать олимпийского чемпиона. И у команды Гульнары Романадзе все получилось. В начале пути идея окружающим казалась смешной. Не смеялись, а уже плакали россияне от счастья в 2021-м, когда на летних олимпийских играх в Токио воспитанник «Дельфина» Евгений Рылов стал двукратным чемпионом, привезя в родной Ленинский округ олимпийское золото и поставив новый рекорд Европы. Олимпийским чемпионом будет один-два. Это адский труд, тяжелый труд и сложный. Обучить детей плавать, безопасность на воде, я считаю, что это главная цель нашего центра. А олимпийские чемпионы, чемпионы России на благо страны и Подмосковья – это хобби. Это хобби. А вот чтобы дети ходили, плавали. Вот вся начальная школа приходит. Они же плавают не за деньги. Спортсмены. Дети-инвалиды у нас тоже с 93-го года. Такую многолетнюю работу на благо Московской области отметили на самом высшем уровне. Гульнара Романадзе удостоилась почетного знака преподобного Сергия Радонежского. Награду она получила из рук министра образования региона. Лично этот орден мне повесили. Если бы не было команды, не было бы никакого олимпийского чемпиона. Это была команда полностью, которая работала на Андрея Шишина и на Женю. А благо создавали им благодаря внебюджетным средствам, которые зарабатывали другие тренеры. Вот это команда. Поэтому я говорю, это дух команды. Один человек ничего не сделает. Гульнара Джамаловна верит в молодежь. Ее профессиональный потенциал. Говорит, уже сейчас готовит себе смену. Но не намерена совсем оставлять любимое дело, которым живет. Просто надо очень любить свою работу. В гармонии быть. И тогда ты счастливый человек. Я могу сказать, что я счастливый человек. Я счастливый человек. У меня и дети прекрасные, и внуки, и бассейн. Ну, маленькие, но они потрясающие, чистенькие, хорошие, добрые бассейны. Дети, 5 тысяч детей, которые приходят в бассейн. Это же радость. Дети, это вообще потрясающе. Можно всегда молодым оставаться, если рядом детки. Потенциал дельфина велик. Большой штат высокопрофессиональных тренеров. Воспитанники, среди которых выявляются будущие чемпионы. Не хватает только нового бассейна. Мечта Гульнары Романадзе – 50-метровые дорожки. К цели она идет уже несколько лет. И надеется, что и эту высоту удастся взять. Мечты сбываются, я же говорю. Будет. Когда-нибудь, но будет. Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Коршелева. Видно этого. В копилке наград Ленинского городского округа пополнение. Оркестр русских народных инструментов, карусель и ученик Видновской детской школы искусств Сергей Петелин стали лауреатами международного конкурса исполнителей «Народные истоки». Ученики преподавателя по классу балалайки Видновской детской школы искусств Людмилы Буркатской завсегдата и музыкальных конкурсов разных уровней. От районных и областных до международных. Ребята влюблены в свой инструмент и готовы заниматься даже в дни летних каникул. Много композиций можно сыграть. Классику, джаз. На гитаре только грустные песни играет, на балалайки веселые. У нас такой хороший преподаватель Людмила Николаевна. И она старается детей все время двигать на конкурсы, на выступления. То есть не просто вот так занимался и ушел, а вот именно чтобы они как-то привыкали к сцене и как-то себя пересиливали, потому что выйти на сцену – это же сложно. Вот этим летом юные музыканты не расстаются с балалайкой. На международном конкурсе исполнителей «Народные истоки» звание лауреата получил Оркестр русских народных инструментов «Карусель» Видновской детской школы искусств. Человек 25 у нас. В оркестре не только народники, то есть исполнители на народных инструментах. Балалайка, домр, баян, аккордеон. Гитаристы играют у меня даже на балалайках, на контрабасе, на басу. Это играют у меня гитаристы, там строй им знакомый. Мы стараемся как-то в музыке общаться на общем языке. Кому-то это приходит с опытом. Самое главное, конечно, услышать ребенка. Также лауреатом первой степени стал 12-летний Сергей Петелин. Вместе со своим преподавателем Людмилой Буркатской он победил и в номинации «Дуэт-педагог-ученик». За шесть лет обучения в ДШИ юношу уже более ста раз побеждал в различных музыкальных конкурсах. Ребенок сразу было видно, что он одаренный, что у него немножко больше, чем у кого-то способность. Способность к тому, чтобы слышать то, что от него требуется. Способность это изобразить и повторить. Сережа работает. Таких результатов, такого количества дипломов можно достичь, только работая. Людмила Буркатская признается. Ее огорчает, что многие до сих пор воспринимают балалайку как несерьезный, неконцертный инструмент. Всей своей деятельностью она пытается доказать людям обратное. Сейчас ребята готовятся к новым конкурсам. Впереди поездка в Санкт-Петербург на фестиваль «Праздник детства», откуда музыканты наверняка привезут новые награды. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На днях в России отметили День фотографа. Героиня следующего сюжета с детства училась смотреть на мир через объектив. Об особенностях профессии нашей съемочной группе рассказала Вера Жаворонкова. Фотографировать спортивные мероприятия – задача не из простых. Здесь никто не будет намеренно позировать для хорошего кадра. Движение, драйв, скорость и непредсказуемость – именно за этим Вера Жаворонкова пришла работать в спортивную сферу. Свой труд сравнивает с охотой. Я очень люблю весь спорт – футбол, мотобол, баскетбол. Абсолютно весь спорт – это моя любовь, моя страсть. Тот же футбол можно понять, когда будет момент атаки, тот же мотобол, когда будет пас красивый и борьба за мяч. Я охотник, и мне нравится ловить хорошие кадры. Именно красивые, именно интересные. Девушка рассказывает, профессионально занялась фотографией в 2007 году, но впервые взяла в руки камеру еще в 9 лет. Долго просила у родителей такой подарок на день рождения. Я помню, что это был премьер М-911, на который я нафотографировала. Вот все, что могла, я видела. Кошечек 36 кадров, маму 36 кадров, бабушку. В общем, мне попадалось все под руку. Сегодня за ее спиной несколько лет обучения, сотни отснятых мероприятий и тысячи удачных кадров. Вера Жаворонкова уверена, опытного фотографа от начинающего отличает умение работать со светом, а также подготовка к съемке. Идя сегодня на съемку, я знала, какой мне нужен объектив, какая будет погода. А любитель обычно достал и путь. Изначально новичку нужно полностью целиком изучить свою камеру. Это все-таки объект работы. И ему нужно не только почитать инструкцию, научиться работать. И обязательно, в первую очередь, уйти с режима обыкновенного. Нужно переходить на ручной режим. Авторежим недоступен. Вера Делеца, она уже не новичок, но всегда есть куда расти. Фотограф уверена, обрабатывать снимки и изучать новые программы для редактирования так же важно, как и уметь делать хорошие кадры. Есть у девушки и профессиональная мечта. Мечты, цели есть. Поехать на какой-нибудь очень крутой заграничный матч. Лишь бы в спорте, лишь бы куда очень хочется. Именно в такой вот, именно международный какой-нибудь. Алиса Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.